Как вы говорите о химии воды? Химия воды и химия почв я выбрал по этой причине химию воды. Первая картинка здесь говорит, конечно, опять же, то, что очень важно, о том, что вся жизнь произошла из воды, вся биота, включая человека, все произошли из воды, и поэтому вода – это источник жизни и вода – хранитель жизни. И, имея это в виду, и то, что человек пользуется водой в очень больших количествах, мы, конечно, уделяем воде первостепенное внимание, оцениваем имеющиеся водные ресурсы, принимаем все меры возможные для того, чтобы эти водные ресурсы сохранять. И здесь есть некоторые очень важные цифры, которые мы с вами должны в первую очередь назвать. Первая цифра – это такая. Общий объем воды на планете Земля – 1,38 миллиарда кубических километров. Из них, к сожалению, 97,4% – это соленые воды. К сожалению, понятно, что мы имеем в виду, потому что соль, хлористый натрий, другие хлориды, о которых шла речь в том числе и два дня назад, они раздражают как кожу человека, так и все слизистые, то есть внутренние органы, глаза, и поэтому особую ценность для человека представляют пресные воды. Ну, соответственно, из этих пресных вод 2,6% фактически получается, что для питьевой воды, пригодной на сегодняшний день, только 10% примерно годится. То есть 0,26%. Это той воды, из которой мы сегодня можем готовить питьевую воду. Это, конечно, очень маленькая цифра, поэтому по мере того, как растет население Земли и потребность в воде увеличивается, человек, казалось бы, должен был с особым почтением относиться вот к этому небольшому количеству воды, которое мы еще сегодня в состоянии использовать для приготовления питьевой воды. Но большинство людей, как мы говорим с вами, к сожалению, экологически невежественны, и отсюда их поведение по отношению ко многим природным ресурсам, в том числе и по отношению к воде. И водой делают что угодно сегодня. Моют автомобили, моют тротуары. Причем это, вы понимаете, никакая не техническая вода. Это вода из-под крана. И вот те 5,2 миллиарда литров воды, которые подает каждый день в город, в Москве, Мосводоканал, это гигантское количество воды. И человек его, вот это гигантское количество, все расходует. На те нужды, на которые, казалось бы, не надо было это делать. Значит, ну хорошо, когда есть возможность, скажем, в доме, в котором я живу, значит, я пользуюсь тремя видами воды. Это вода из колодца. И на самом деле это самая чистая вода, из которой мы готовим еду, напитки горячие. Значит, из скважины, которые есть, мы используем воду для душа, для стиральной машины, для посудомоечной машины. Ну понятно, да, вот как раз для таких бытовых целей, непосредственно не связанных с организмом. Ну и кроме того, то, что я говорил, значит, это вот непосредственно сама питьевая вода, из которой не готовится ни чай, ни кофе, а просто вот те три литра питьевой воды, о которых я сказал каждому жителю мегаполиса, надо выпивать каждый день. Причем это вода, приготовленная вот по тому самому рецепту, который я называл два дня назад. И, значит, соответственно, это вода уже минеральная из магазинов. То есть вода привезенная из каких-то источников и которую мы покупаем в магазине. Важнейший момент, связанный с использованием воды, это осознание того, как происходит круговорот воды в природе. И вот эти детские фактические картинки, они на самом деле хорошо передают суть проблемы. То есть мы говорим с вами о том, что вода испаряется с поверхности Мирового океана, озер, морей, океанов. И когда образуются облака, а что такое облака? Это вот те самые кластеры воды, которые я показывал два дня назад. И, соответственно, эти кластеры воды, они после того, как накапливают большую массу, они уже не выдерживают эта масса нахождения в воздухе, они не могут парить в воздухе больше. Они под тяжестью выпадают. Куда? На землю и в те самые воды, откуда они испарились. Ну, не обязательно в те самые, потому что, если, предположим, это было бы Каспийское море, и вода испарялась из него, а вода в Каспийском море пресная, значит, ветер подхватывает этот водный кластер, переносит его, скажем, на запад, в сторону Черного моря, и это гигантское облако обрушивается, пресной воды обрушивается в соленое Черное море. И таким образом, на самом деле, идет разбавление соленого моря пресной водой. Это очень важный момент. Это очень важный момент, который нужно осознавать, и учитывая то, о чем мы говорили, что вместе с водой и со снегом выпадают и на территориальные экосистемы, и на водные экосистемы, выпадают неорганические, органические и металлоорганические токсичные вещества, то, соответственно, нам надо понимать, как себя вести с этими токсичными веществами, и в частности, при приготовлении питьевой воды. Мы уделили большое внимание и уделяем большое внимание постоянно очистке сточных вод, сточных вод с промышленных предприятий, энергетических предприятий, предприятий транспорта, сельскохозяйственных угодий и коммунальных служб. Например, в Москве это Курьяновские и Люблинские водоочистные станции, две самых больших водоочистных станции в Европе. И вот здесь нужны, конечно, очень специальные знания для того, чтобы понимать, а как воду чистить, прежде чем ее можно будет сбрасывать в природный водоем. В частности, для Москвы, естественно, этот вопрос стоит, потому что считается, что вода входит в пределы Москвы, в Москварике более или менее чистая, на западе города. Потом она совершает некий маршрут, включая вот тот большой изгиб около университета, да, на Воробьевых горах. И дальше она проходит через город, и за Бесединским мостом на востоке города она выходит снова за пределы города. Значит, что происходит с водой Москварики, пока она проходит через город? В нее попадает масса всяких сточных вод. И, собственно, это предусмотрено законом, такая возможность. Другое дело, что эти сточные воды должны быть адекватно очищены. Что значит адекватно? То есть до тех уровней загрязнения различными веществами, которые санэпиднадзор, Министерство здравоохранения позволяет, чтобы они находились в этой воде. И речь идет о том, что значит, вот эти позволительные уровни, это те уровни, которые не наносят ущерба здоровью людей. Значит, это есть во всяких санпинах, в таблицах всех, да, вот. И поэтому, значит, здесь ведется в этом направлении очень большая работа. Существенно сознавать, что, да, существенно сознавать, что вот в этом гигантском комплексе очистных сооружений есть, по крайней мере, три крупных блока очистных сооружений. Первый блок – это механический, то есть, который освобождает сточную воду или природную воду, поступающую на станцию подготовки питьевой воды, от всяких механических примесей. Значит, это могут быть что угодно, и пластик, и стекло, и металлы, и пакеты какие-то, матерчатые, бумажные, пластиковые, опять же, и так далее. То есть, вот этот блок механической очистки, который мы с вами тоже сегодня обсудим. Второй блок очистных сооружений – это биологический. Значит, очень важный блок биологических очистных сооружений, когда в силу, так сказать, вступают микроорганизмы, различные их штаммы, перерабатывающие, утилизирующие нефтяные углеводороды, масла, краски и другие, как правило, органические материалы. И, наконец, третий блок, и, пожалуй, по объему работ, то есть, по объему задержания токсичных веществ – это самый важный блок, это химический блок. И о нем мы тоже, соответственно, будем с вами говорить. Да, вот, значит, первый механический блок. Значит, в верхней части картинки показано, как это выглядит на самом деле на этих очистных сооружениях. А здесь внизу приведена схема. Значит, вы видите, что это большая ванна, сделанная либо из нержавеющей стали, либо из какого-то прочного пластика, например, полипропилена. Значит, важна суть, что мы делаем. Как я уже сказал, механический блок очищает сточную воду или природную воду от всяких механических примесей, пакетов, бутылок, банок, каких-то деревяшек и так далее. Значит, для того, чтобы это осуществить, здесь имеется, вот видите, вода двигается отсюда, слева направо. Здесь ставится вот такая решетка. Это картинки, сделанные в Германии. Здесь используется немецкое слово «рехен». Это не решетка даже, а это расческа. То есть, ставится вот такая как бы расческа. Понятно, да? И на зубьях этой расчески, так как не очень большие расстояния между этими зубьями, ну вот как вы здесь видите, это все, значит, задерживается. И дальше рабочие, которые работают на этом блоке конкретном, они специальными баграми, значит, подтягивают вот этот весь мусор к стенкам этого блока очистных сооружений, вытаскивают это все, и дальше продолжается процесс вот этой очистки, значит, механической очистки. здесь важно иметь в виду, что все-таки могут быть какие-то более мелкие частицы, которые проникают через расстояние между зубьями этой расчески, и, соответственно, значит, задача заключается в том, чтобы их тоже осадить. они пройдя через эту расческу, вот через эту решетку, они пройдя здесь, просто под весом тяжести будет происходить то, что называется осаждение, или в русском языке есть и латинский термин, седиментация, хотя он менее удобный, конечно, более длинный, и не очевидный, а русский термин осаждения совершенно понятный, и вот здесь вы видите осаждаются вот эти мелкие частицы, прошедшие через расстояние между зубьями этой расчески. В результате вода, которая остается на поверхности, из которой уже осадились, задержаны были крупные предметы, а мелкие частицы все осели в эту ванную, вода более-менее очищенная уже проходит на выход вот сюда, через вот эту ванну, и она, соответственно, идет дальше. Это самая первая стадия очистки, то есть это механическая очистка. Второй этап механической очистки, это очистка уже не от предметов и частиц, а это очистка от плавающих на поверхности воды масел, нефтепродуктов или масел. Значит, как осуществляется очистка от этих масел вот в этом блоке механических очистных сооружений? Ну, выглядит это в натуре вот так, видите, это раздвигающаяся крышка, чтобы можно было наблюдать, что происходит. А внутри, значит, вот эта ванна сделана так, что есть скошенное вот такое дно, видите, значит, скошенное вот такое дно, через трубу заходит вот эта самая источная вода, она заходит в эту ванну большого размера, и на пути этой воды здесь перегородка во всю ширину этой ванны, но перегородка, как вы видите, не до дна, внизу есть проход для воды, проток возможен, поэтому вода, вот загрязненная, видите, она показана, серая вода, значит, загрязненная там какими-то маслами, жирами, нефтепродуктами, она, зайдя вот сюда в эту ванну и встретив перегородку, она опускается вниз, и в частности все эти жиры, масла и так далее, и дальше она проходит уже через вот эту ванну всей массой прошедшей воды, значит, что здесь самое существенное? Самое существенное то, что вся органика эти жиры, масла, нефтепродукты, она имеет удельный вес меньше единицы, то есть меньше удельного веса воды, поэтому она вся на поверхности и, соответственно, она, то, что называется, плывет с водой к следующей перегородке в этой ванне. Вот показана эта следующая перегородка, здесь масла задерживаются, вот видите, образуется вот такой слой, они здесь задерживаются, а чистая вода, более тяжелая, она проходит через проток второй перегородки, поднимается и выходит через трубу наружу. Значит, вот так, то есть здесь нужно понимать, что это не стопроцентная, естественно, очистка, но она достаточно эффективна, то есть большая часть вот этой органики, которая плавает на поверхности потока сточной воды, она таким образом вот здесь задерживается. теперь дальше тоже механическая часть механической очистки воды и фактически повторяется то, что было на первом слайде, то есть опять перегородка, загрязненная вода спускается вниз, здесь осаждаются всякие мелкие частицы и более-менее чистая вода проходит дальше. В чем разница? Разница только в следующем, что здесь в ванне поставлен транспортер, с лентой широкой в ширину этой ванны. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы часть частичек, которая еще в воде осталась, и она вот здесь идет, чтобы эти частички прилипали к поверхности ленты транспортера, и так как он осуществляет движение круговое вокруг вала, то фактически частички вот эти, они сбрасываются вот сюда, вот видите этот серый слой, это вот те частички, которые были сброшены транспортером, а коричневые частицы это те, которые осели сами под тяжестью, и поэтому здесь уже вода выходит значит более-менее приличная, более-менее приличная с какой точки зрения? С точки зрения опять же механических примесей, то есть тех примесей, которые не были задержаны ни расческой, ни значит вот этими ухищрениями, они все-таки еще частично значит проходят дальше, а вот дальше уже на пути этой воды, на пути потока этой воды возникают части биологического комплекса очистки, и вот здесь внизу видите красным уже написано биологише райнигунг, биологическая очистка, значит как она организована, это биологическая очистка, ну вот как это выглядит вы видите вот здесь, то есть это некий круглый сосуд, значит погруженный в некую вырытую яму в земле, значит ну там дальше уже можно в яме можно и просто на землю этот сосуд класть, можно делать специальное дно и специальные стенки, чтобы это дольше жило и не значит подвергалось коррозии, значит что здесь самое главное, самое главное видите следующее, что вот в этот достаточно большой сосуд ставится вертушка, значит ставится вертушка, вот она показана здесь в разрезе, засыпается все пространство в этой ванне значит некими природными неорганическими материалами значит это могут быть самые разнообразные глины, какие-то квасцы, в общем какие-то дешевые материалы с высоко развитой поверхностью для чего высоко развитая поверхность для того, чтобы когда мы запускаем штамм какой-то биологический вот в эту ванну с неорганическими материалами с высоко развитой поверхностью чтобы эти неорганические материалы расселялись по порам этого неорганического материала максимально широко и глубоко чтобы расселялись эти штаммы значит что делают эти штаммы они фактически питаются вот этой органикой которую им предстоит значит утилизировать а что значит питаются как что он мне может сказать что значит микроорганизмы питаются или штаммы каких-нибудь вирусов и бактерий питаются какими-то значит химическими веществами это что он участвует в синтезе получает энергию с ним рассчитывает ну это так же как мы с вами да отправляем кусок яблока в рот или кусок хлеба или кусок мяса мы говорим что мы питаемся на самом деле мы делаем что ну да мы отправляем некий значит продукт пищевой который мы измельчим своими зубами и деснами этот измельченный продукт попадет в желудочно-кишечный тракт и там значит вот весь фон микробиологический фактически выступает катализаторами какого процесса совершенно верно значит они выступают катализаторами окисления вот той органики той пищи которую мы вводим в себя да как я говорю там три раза в день вот точно так же и здесь то есть роль штаммов микроорганизмов заключается в том чтобы помочь окислить ту органику которая попадает с водой вот в эти ванны это называется биоутилизация и значит процесса как бы называют метаболизмом и к метаболизму теперь такой большой интерес что есть специальная наука теперь метаболомика это наука которая занимается только метаболизмом то есть только переработкой пищи ну и так как мы говорим что основной смысл этого метаболизма заключается в том чтобы все окислить до СО2 и воды и это многим значит бактериям удается это сделать иногда слишком активно иногда не очень активно в зависимости от этого и ведет себя и желудочно-кишечный тракт человека который так сказать пользуется вот этим стандартным для человека приемом но значит как вы знаете в этом плане у всех значит могут быть свои какие-то мини-проблемы микро-проблемы которые обусловлены разницами в иммунном статусе человека и вообще в состоянии в физиологическом состоянии его конкретных органов вот но смысл значит вот этой круглой ванной такой что вертушка она перемешивает всю эту массу для чего для того чтобы обеспечить максимальный контакт максимальный контакт этой массы на которую в результате прихода воды с какой-то органикой значит уже села напоры этой массы уже села эта органика и задача заключается в том чтобы добавить штаммов биологических микроорганизмов значит столько чтобы они смогли быстро метаболизировать всю эту как теперь становится понятным токсичную органику к сожалению бывает иногда что органика это и не очень то токсично или вовсе не токсично а мы значит предположили не проведя теста что наверняка это все токсично поэтому давайте вот возьмем самые активные штаммы микроорганизмов и вот они то им зададут жару все окислят до СО2 и воды и ничего не будет ну часто оно так и происходит но иногда и нет иногда и нет теперь вот посмотрите значит снова большая очень ванна для биологической очистки то есть есть какие-то бактерии видите вот здесь на этой оранжевой стрелке они фигурируют которые добавляют в эту ванну есть значит вот загрязненная вода и есть значит кислород который все равно продолжает играть ключевую роль в окислительном процессе не будет кислорода не будет происходить этого метаболизма поэтому вопрос конечно такой что очистные сооружения всегда делаются на открытом воздухе чтобы действительно хватало кислорода всегда на открытом воздухе потому что если сделать это где-то в помещении где уже все будет загазовано чем-то другим то здесь особенно рассчитывать на успех значит не приходится а так вот то что собственно мы видели органические вещества в загрязненной воде раз значит кислород который требуется для вот этой самой биоутилизации два бактерии которые должны катализировать этот процесс три и дальше уже идут сами продукты СОО2 и вода либо какие-то побочные продукты мы скажем с вами об этом значит как обеспечить интенсивный доступ кислорода вот в такие биологические ванны ну это уже чисто техническая задача поэтому она решается легко вы видите вот здесь в эту ванну добавляется еще одна труба вот верхняя с такими вот душевыми насадками и в нее подается просто сжатый воздух в состав которого естественно входит и кислород и поэтому когда эта трубка располагается на дне ванны а вот эти значит патрубки они смотрят в сторону тела вот этой ванны то есть наполнителя то здесь все реализуется очень хорошо потому что кислород поднимается между вот этими комками глины или там значит еще каких-то неорганических материалов и обеспечивает контакт кислорода вот с теми самыми продуктами на которые их нацелил значит хозяин вот этого организма и поэтому это все так нормально работает значит вот этот процесс он очень важный поэтому ему уделялось очень много внимания очень многие формы с годами новые разрабатывались вот видите один из примеров показан здесь хотя по сути ничего не меняется видите вот эта трубочка с пропускаемым воздухом вот это сточная вода нижняя труба идет значит апфарт апвасар это сточная вода и значит вот эта трубочка кислорода видите как близко с тем чтобы сразу непосредственно обеспечивать контакт кислорода с органикой в этой воде потом вот на этом пространстве эти реакции все завершаются и в результате по этим патрубкам чем выше тем чище будет уже стекать значит более-менее приличная чистая вода это вот очень важно значит иметь ввиду теперь мы возвращаемся уже значит ну да можно сказать и возвращаемся и на самом деле продолжаем то есть мы сейчас переходим к принципу уже значит очистки сточных вод с помощью осаждения с помощью химического осаждения с помощью вот той самой седиментации о которой мы говорили значит и речь идет о том что вот после блока биологической очистки вот он здесь да показан идет блок вот такой который скажем состоит из шести водоемов и значит по пути здесь делаются все анализы то есть известно что за вещества и например если это тяжелые металлы разнообразные то естественно что нужно добавлять значительное количество щелочи преимущественно натриевые как самый дешевый значит для того чтобы гидроксильные группы натриевые щелочи связывались с катионами тяжелых металлов токсичных и осаждали их в виде нерастворимых значит гидроксидов и тогда эти нерастворимые гидроксиды уже пойдут дальше по цепочке на вывоз на специальные полигоны по захоронению токсичных отходов это вот такая значит идеология что делается дальше здесь вы видите вот этими белыми блоками показаны те детали цепи очистки о которых мы уже с вами говорили а дальше ставится специальный значит такой сосуд в котором содержится соли трехвалентного железа или алюминия это особенно важно для подготовки питьевой воды почему потому что соли трехвалентного железа или соответственно трехвалентного алюминия они катионы этих солей обладают достаточно крупными размерами и на них по донорно-акцепторному механизму накатионы этого алюминия или железа могут осаждаться с ними могут вступать во взаимодействие очень многие органические доноры электронов и поэтому самые разнообразные значит загрязнители будут вот таким образом здесь взаимодействовать с ионами алюминия или железа образуясь соли которые дальше будут увозить вывозить и так далее теперь значит вот этот блочок который здесь показан он называется камера флокулярная камера что такое флокулы флокулы это такие вот частицы как правило более-менее круглые и флокулы бывают микро когда речь идет действительно о совсем маленьких микрофлокулах плавающих либо на поверхности раствора либо в массе раствора но плавающих не осаждающихся и вот здесь используется прием вот этой добавки значит ионов трехвалентного железа или ионов трехвалентного алюминия когда значит заведомо происходит взаимодействие с ними они осаждаются значит разные органические вещества на катионах этих тяжелых металлов и здесь параллельно начинает работать и алюминий тоже как трехвалентный катион как катион несущие на себе достаточно большое количество свободных орбиталей и поэтому здесь уже органические молекулы они не могут дифференцировать значит никель плывет рядом с ними или алюминий ртуть или талии происходит электростатическое притяжение значит положительно заряженного катиона металла и как правило отрицательно завяженных хвостов органических молекул и образуется тогда уже конкретно как правило соли карбоновых кислот соли карбоновых кислот могут быть самых разных металлов но вы должны знать что металло органическими соединениями включая металло органические токсиканты мы называем только такие вещества в которых имеется непосредственная связь углерод металл понятно да вот если есть непосредственная связь углерод металл тогда это металлоорганическое соединение или по-английски органа металлик компаунд а вот если в молекуле есть металл но он не связан ни с одним атомом углерода а связан там с кислородом с азотом или еще с чем-то то это соединение к металлоорганическому не имеет никакого отношения это предмет рассмотрения науки которая называется координационная химия вот координационной химии ей все равно какие металлы как они связаны значит через что есть ли связь углерод металл и так далее значит им самое главное чтобы в молекуле был органический легант и был катион металла и тогда значит будет вот все в порядке вот здесь как раз показано что происходит вот с этими флокулами когда мы добавляем в растворы содержащие органику какие-то катионы металлов вот например алюминий посмотрите мы добавляем в стакан ну я не знаю что это вода или чай или еще что-то ну как правило мы имеем дело с водами да мы алюминий добавляем а толку никакого нет он гидротируется то есть сальватируется водой да вы знаете гидротируется вот и очень быстро весь сосуд оказывается заполненным вот этими значит веществами о которых мы только что сказали но у нас стоит задача ведь не столько провести просто химические реакции сколько провести такие химические реакции которые бы связывали например токсичную органику и уводили ее на дно водоема и вот здесь показан такой пример когда вы берете значит уже готовые микрофлокулы показаны и здесь и добавляете еще тяжелого металла и тогда микрофлокулы у вас уже будут иметь тенденцию преобразовываться в макрофлокулы то есть частицы с большими размерами но оказывается что даже вот эти большие флокулы они не обязательно будут осаждаться они могут быть легкими и тогда плюс многое зависит от концентрации растворов и тогда уже значит нужно будет решать что с этим делать вот те люди которые занимаются утилизацией отходов извлечением отходов из каких нибудь систем они должны знать приемы перевода катионов сперва в микрофлокулы а потом микрофлокулы переводится в макрофлокулы почему для чего ну потому что очень часто бывает что человеку неприятно иметь дело со взвесью да чего-то даже когда мы пьем чай предположим свежезаваренный еще чаинки не успели насытиться водой настолько чтобы уйти на дно и чтобы можно было их отделить да и мы говорим вот фактически это макрофлокулы но гидротированные большие да то есть вот эти листочки чая неважно зеленого или черного они гидротируются молекулами воды может быть еще что-то из органики но они не осаждаются не седиментируются они остаются в толще раствора и потом значит они идут дальше вот для того чтобы достигать стопроцентного перехода микрофлокул в макрофлокулы значит придумали соответственно и очень значит крупные осадители молекулы крупных осадителей одним из таких значит осадителей крупных является так называемый полиакрил амид что такое акрил амид ну акриловую кислоту вы знаете или нарисовать вам формулу вот такая молекула это акриловая кислота потом мы замещаем ее на аминогруппу синтетическим путем и получается акриламид а потом мы полимеризуем ее и получается полиакриламид и здесь n может быть и тысячи а может быть и десятки тысяч поэтому вот такой прием использования полиакриламида для получения макрофлоку он очень распространенный и на станциях водоподготовки в частности теперь непосредственно значит об изменении кислотности среды мы говорим с вами что у человека и у животных у большей части нормальное значение паш в желудочно-кишечном тракте какое нейтральное ну дается предел некий плюс-минус единица то есть это не 7 а от 6 до 8 и это нормально от 6 до 8 но значит из-за того что и в природную воду и в сточные воды могут попадать с одной стороны основания щелочи включаю да с другой стороны кислоты то нам надо очень важно значит понимать какие методы мы должны использовать для того чтобы осуществлять нейтрализацию кислот и оснований то есть приводить значение паш к нормальному значению 7 то есть от 6 до 8 делать сегодня это достаточно просто с одной стороны есть значит автоматические титраторы которые титруют воду измеряют паш и на стрелочном приборчике показывают какое значение паш сейчас значит вот в исследуемом растворе а потом просто есть персональный компьютер на котором стоит специальное программное обеспечение которое регулирует подачу кислоты или щелочи вот видите эти два сосудика с красной жидкостью и синей жидкостью красная это значит кислота а синяя это основание и соответственно если у вас вдруг вода там скажем как каких-нибудь норвежских фиордов то что мы говорили из-за того что скажем из Норильска и значит скользкого полуострова приходят облака заполненные азотной кислотой и серной кислотой из-за того что гидротируются в атмосфере выбросы диоксида азота и диоксида серы и соответственно значит мы знаем что вода в этих шведских там озерах или норвежских фиордах она уже будет не от 6 до 8 а скажем 4 будет паш а там как известно выращиваются большие количество красной рыбы да в норвежских фиордах норвежский лосось и так далее значит но этому самому лососю нужно нормальное значение паш то есть от 6 до 8 и стоят вот такие системы которые все время фиксируют ведут мониторинг кислотности среды и как только происходит отклонение почему-то от среднего значения то мгновенно значит включается эта система и соответственно осуществляется вот подача либо кислоты если вдруг основная среда стала либо основание если вдруг стала кислая среда дальше у нас стоит проблема осаждения тяжелых металлов коль скоро мы с вами сказали что такие металлы как ртуть кадми свинец медь значит хром талии и прочее значит они представляют собой угрозу для здоровья человека находясь в воде и для здоровья животных тоже которые вдруг будут задумывать пить эту воду предположим с этими тяжелыми металлами то очень важно в этих сточных водах и воде которая идет на станции питьевой водоподготовки эту воду очищать от тяжелых металлов значит каким образом это делается делается это на самом деле достаточно просто то есть вот видите здесь язычки вот эти стрелочки показывается что и к адмию значит и к меди и к хрому в конце концов хотя про хром я сейчас отдельно скажу просто добавляется щелочь и выпадают нерастворимые соли видите гидроксид кадмия гидроксид меди гидроксид трехвалентного хрома почему я говорю гидроксид кадмия гидроксид меди потому что это просто двухвалентные два плюс катионы а вот с хромом здесь ситуация более сложная потому что хром может существовать во всех шести степенях окисления начиная от хром 1 плюс и кончая хром 6 плюс вот хром 6 плюс это самый опасный хром он канцерогенный и он встречается либо в хромат ионе значит это ну как правило бихромат ион вот хром 2 о7 оранжевый видите вот такая соль бихромат калия так называемый хром пик когда берут этот бихромат калия мешают серной кислотой и это очень сильная окислительная смесь ею моют посуду химическую часто еще что-то значит но не пищевые конечно потому что это очень агрессивная жидкость вот значит и с хромом поэтому поступают вообще несколько иначе его приходится осаждать в две стадии сперва хром 2 о7 значит восстанавливают хром видите добавляют сульфид анион это как раньше было в фотографии когда сперва нужно было значит химический способ получения фотографии заключался в том что серебро осаждали сульфитом натрия и получался сульфит серебра здесь обрабатывают шестивалентный хром сульфитом натрия тем же самым натрий 2 и СО3 но при этом идет как выясняется восстановление хрома 6 плюс в хром 3 плюс и вот этот хром 3 плюс который совершенно не токсичен на удивление то есть насколько высоко токсичен хром 6 плюс настолько мало токсичен хром 3 с плюсом поэтому его восстанавливают хром 6 плюс хром 3 с плюсом и после этого уже осаждают просто значит щелочью и образуется вот этот гидроксид хрома который образуется кстати ну он может быть гидроксид может быть просто хром 2 у3 бывают случаи очень специфические когда надо использовать соответствующие и приемы например вот то что показано здесь вот в этом сосуде это раствор цианидов цн ну когда образуются такие растворы например при золотодобыче золото из породы либо так сказать извлекают с помощью металлической ртути за счет образования амальгамы ртути да золотой амальгамы ртути и потом действуют на эту амальгаму щелочью снимают ртуть и остается чистое золото либо более дешевый способ сразу золотоносную породу промывать каким-нибудь раствором цианида натрия оказалось что золото образует вот такой анион аурум где достаточно много было золота, один австралиец, бизнесмен, горе, значит, купил участок большой золотоносной руды и стал добывать золото с помощью вот такого цианидного метода. Значит, очевидно, нужно было иметь специальные емкости гигантские, естественные емкости, то есть выкапывать эскалаторами и так далее, для того, чтобы хранить сточные воды, потому что растворы цианидов, они токсичные, и их нельзя просто так вот выбрасывать в окружающую среду. Значит, он сказал, ну ничего страшного, значит, вот я вырвал два гигантских котлована, там три километра на два, и еще там глубиной 50 метров, или что, гигантские котлованы. И вот они вот, его предупреждали, вы знаете, говорят, у нас здесь очень сейсмически опасный район. Значит, что надо делать на самом деле? Не собирать вот эти воды цианидов, а надо эти воды обрабатывать, вот видите, очень простой химией. Перекись водорода. Очень дешевый продукт, очень легко получать и, соответственно, очень легко окислять. Что происходит? Вот видите, стрелка, показывающая превращение, окрашена в зеленый цвет, потому что образуется очень безобидный, значит, гидрокарбонат аммония, совершенно нетоксичный. НХ4, НХО3, при окислении цианидных растворов перекисью водорода. Значит, вот эта реакция суммарная приведена здесь. И, значит, да, так вот, во время этого землетрясения, о котором я сказал, эти водохранилища были разрушены. И цианидные растворы пошли сразу в тису, которая идет там, а тиса впадает куда? В Дунай. Тиса впадает в Дунай. Значит, сперва тиса всплыла вся вверх брюком, я имею в виду живность, потому что все были отравлены. И потом на большом расстоянии в Дунае тоже, значит, все всплыло. Австралийца арестовали, дали ему 12 лет, потому что его предупреждали, были письменные документы. Он говорил ничего-ничего, но результат был такой. Значит, он платил какие-то гигантские деньги, неустойку и 12 лет сидел. Значит, что с ним теперь произошло, не знаю, но, в общем, вот такая ситуация была. Теперь, значит, как еще можно очищать водные, как мы говорили два дня назад, что воды нет, есть растворы только. Вот водный раствор органики, скажем, эмульсия, то есть масла, взвешенные в воде. Значит, что можно делать? Можно, оказывается, пропускать через вот такие баки большие, в которые подается горючая смесь. Значит, и органика вся в этой воде выгорает до СО2 и воды. То есть идет очистка от органики. Она вся выгорает, и вот желтым здесь показано уже, что образуется СО2 и вода. Это очень широко распространенный, потому что он очень дешевый и эффективный способ очистки источных вод от органических веществ. Сжечь в воде. Не просто сжечь, а сжечь в воде. Вот. Ну, про фотографию я уже сказал, и это не так, значит, принципиально. Таким образом, вот смотрите, значит, химические способы, они как бы, чтобы суммировать просто то, что мы сказали, они как бы сводятся к тому, что сперва мы образуем вот флокулярные такие системы с микрофлокулами, большими флокулами. Это один способ. Второй способ, в смысле последовательность идет, да, вот этих способов. Второе то, что делается, это, значит, нормализуется PH в этих источных водах. Третье, это осаждаются все токсичные металлы. Вот здесь они еще раз показаны. Дальше идет окислительное, значит, вот, вот то, что мы сказали с вами про использование перекиси водорода, да, для окисления цианидов, например, или других каких-то, значит, токсичных анионов. И, наконец, имеет место вот это выжигание, выжигание органики, значит, из раствора. Ну, собственно, вот на этом заканчивается, на этом заканчивается, значит, вся вот эта система очистки. И очистные сооружения, конечно, сегодня они, значит, получают очень широкое распространение, потому что сегодня без очистных, эффективных очистных сооружений жить нельзя. Выглядят они, видите, сегодня уже, вот посмотрите, они стоят на берегу водоема, да, это вот внизу отражение, а это они сами, такие блоки, как какие-то космические станции. Они выглядят очень эффектно. И, значит, не желает там еще долго быть, а нет. Не желает, может быть, конец, да. Может быть, конец. А, ну да, здесь конец уже, вот последний этот, 21-й слайд. Ну, вот, собственно, то, о чем я хотел сегодня рассказать. Значит, у нас есть некоторое время, поэтому, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Все понятно? Вопросов нет. Вопросы нет. Вопросы нет. Вопросы нет. Продолжение следует...